На окраине Абакана в поселке МПС за два с небольшим года появились 72 новых объекта, в том числе более полусотни тента мобильных укрытий для хранения и обслуживания военной техники. Возводятся и социальные объекты. Военный городок на территории республики Хакасия будет в вооруженных силах первой, в которой построены все объекты, начиная с нуля. Заменены все старые здания на новые, благоустроены. Поэтому аналогов таких военных городков вооруженных сил пока нет. Один из самых удивительных объектов гарнизонная столовая на 800 посадочных мест – это настоящая фабрика-кухня. Два огромных обеденных зала для бойцов-срочников и помещение поменьше, где будут питаться контрактники и офицеры. Везде предусмотрен принцип самообслуживания. На кухне самое современное оборудование. Честно говоря, я вот институт заканчивала недавно, получается, и я такое оборудование в первый раз даже увидела. Много кухонных комбайнов с различными насадками, что упрощает работу повара и изготовителя, потому что всевозможная нарезка, которая раньше ручным способом осуществлялась, сейчас будет автоматически. А поскольку готовить придется на тысячу с лишним человек, то и оборудование соответствующее. Так, к примеру, выглядят венчик для взбивания яиц и миксер. Весь персонал столовой гражданский. В армии уже несколько лет солдат не отправляют в наряды по кухне. Второй объект в документах называется культурно-досуговые центры, но по сути дела это гигантский дворец культуры площадью более 7 тысяч квадратных метров. Только в кинозал смогут сесть одновременно тысяча зрителей. Кстати, в нем установлено новейшее кинопроекционное оборудование, отличный свет, сцена. В армейском клубе предусмотрены помещения для кружков, есть музыкальные инструменты, здесь же помещения для почты, отделения банка, кафе, буфета, парикмахерской. Практически готов еще один объект – пятиэтажная казарма со штабом бригады на первом этаже и общежитием секционного типа на остальных этажах. На каждом разместятся 100 человек. Заселить казарму планируют к 23 февраля. В спортивной зоне возведен бассейн с 25-метровой чашей. Она не бетонная, а из нержавеющей стали. По словам проектировщиков, практически вечная. По соседству и еще один спортивный объект – настоящий ледовый стадион. Есть места и для зрителей. Искусственный лед заливают с помощью спецтехники. Снизу, значит, идут специальные маты с трубками, по которым идет охлаждающая жидкость. Вот из-за этого она остывает и намораживается. Толщина слоя где-то 5-7 сантиметров. Каток будет функционировать и зимой, и летом. Температура охладителя в трубках – минус 7 градусов. В зале всегда плюс 6. В сильную жару задействуют дополнительные кондиционеры. Все социальные объекты смогут посещать не только военные, но и жители Абакана. Самая главная наша цель – это чтобы нас по итогам нашей работы посетил верховный главнокомандующий Российской Федерации. Официальное открытие военного городка, в котором предстоит возвести еще три казармы, запланировано на декабрь нынешнего года. Виктор Лушников, Станислав Колчинаев, Вести Хакасия.